МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Гомельской центральной городской поликлиники номер один набыли новый ультрагуковый аппарат. Рекордные 2019-й и новые задачи «Беларусьнафта» распочала реализацию широкого замежных проектов. А зараз об этом иншим больше подробно. Занятость, зарплаты, цены, рынок и умовы працы – важные питания для каждого прационного человека сегодня оберковали у Минску на 8-м з'езде профсоюзов. У столицы прибыли больше 500 делегатов с каждого региона Беларуси. По делу з'езде принял и керавник державы. Президент лишить эту организацию саправды народной, под мурком, на яким трымается баланс у громадстве. У найновшей истории профсоюзный рух стал полноправным удельником незалежной Беларуси, голос якого шуют и наймальники, и керавництво краины. Выступающий перед делегатами, беларуский лидер закранул и важную тему заработной платы. Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей, и он всегда должен быть в поле зрения профсоюза. Вы меня информировали, что в этом направлении наибольшего обеспокоенности вызывают факты несвоевременной выплаты зарплаты. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятия должна быть однозначной. Если ты руководитель, подумай о тех людях, которые работают. Кстати, работают и на тебя. Поэтому зарплату кровь с носа платить надо. Такая ситуация характерна для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь прошлого года. Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии, потому что наниматели не платят за них взносы в фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо. Ну, наверное, Комитет госконтроля, правительство, прокуратура ждут очередных моих жестких поручений. Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет, начиная от правительства и заканчивая председателем райисполком, зарплату тем людям, которым не выплачено в той же Витебской и других областях. Мы не должны агулом, как у вас тут говорили, всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Открыто выказался Александр Лукашенко и про иншие наболелые питания. Президент закликау Федерацию профсоюзов долучиться до активного мониторингу цен на самые необходные продукты харчевания. Многое треба сделать на предприемствах. Проблемные вытворчасти треба ратовать, а не банкрутовать. После разбора с делегатами президент урушил Федерацию профсоюзов гоноровых державностях нашей краины за особливые досягнения о социально-экономичном развитии, обороне правов и интересах грамадян Беларуси. В Толераду компанию «Гомель» свернулись опрацовники вытворчего унитарного предприемства «Випра». На листе за маль 130 подписами просьба, допомогши навести парадок на одной из гомельских улиц. Больше за пять годов тому тут пошлося будовництво новой магистрали. Однако работы не завершены до этого часа. Люди с дренным зроком и слыхом вымушены добираться до працы, сарод машин, водители яких спробуют одночасово объехать и пешеходов, и шматлики, и ямки. У ситуации разбирались наши корреспонденты. По великим рахунку дорогу по инженерным проезде у «Гомеля» все докладные тое, что от ее засталось, можно было бы выкористовывать для выпробования автомашин на трывалость, а водителям на профессионализм. Проехать участок до женей меньше, как километр, совсем непросто. У селяким выпадку пошкоджены ауто на этой дороге – не выключение. Ехал с работы вчера. Дорога очень плохая. На машине въехал в яму, оторвался бампер. Вот сейчас надо делать ремонт, производить. И это уже продолжается на протяжении нескольких лет. По этой дороге мы мучаемся, а не ездим. Одни проблемы только. С этих дорог у нас ремонт на ремонте. Техника бьется. Ну, есть простые. Работники унитарного предприемства «Випра» от такой недоброго породкованности терпят бодай больше за инших. С 350 просылников – 216 инвалиды. С уликом того, что тротуара тут нема, с ближайшего автобусного припынку приходится исти пешу по дороге. Пришим вариантов два. По проездной часы – типа так званой «зеленой зоне», где так само едут машины. Для людей, которые дрянно бачатся и чуются – это правильное выпробование. Дарыши, как трапить на работу, шмат хто у якости додаткового обудка бере с собой гумовые боты. На нашем предприятии инвалидов всего где-то 60%. Они постоянно ходят на работу каждый день. И в темное время суток, зимой, и в плохую погоду. А нормальных дорог нету. Даже тротуара, посмотрите, нету. Люди ходят как раз по обочине и постоянно от машин брызгами пачкаются. И поэтому постоянно жалобы ко мне поступают. Мы выношены обращаться в разные станции. Но, к сожалению, результата никакого. Во приблизных подликах дорожного будунюка полностью адрамонтовать этот участок дороги с захованием всех технологичных потребований и асфальтовым покрытием необходимо калять 400 тысяч рублей. Могчим и насправе, эта лишба была бы не такой значной. Але проблема в том, что основная дорога тут повинна пройти побоч. Миновита, этот участок потом выкаристовываться не будет. С ситуацией на месте ознаемился старшиня облвыконка Магинац Соловей, який принял ответное решение. Доброупроткованная дорога будет побудована в наступном годе. А Пакуль для работников ВИПРы сделает специальный тротуар. Я дам поручение просчитать, сколько будет стоить строительство пешеходной части для того, чтобы улучшить пешеходное движение тех людей, которые работают на ВИПРы. Поэтому мы просчитаем, примем решение и посмотрим, с каких фондов мы можем выделить деньги, чтобы в текущем году хотя бы этот промежуток делать. Что касается самой дорожной сети, однозначно, вкладывая сегодня денежные средства в ее реконструкцию, это будет просто экономически неправильно. Поэтому мы дорогу подремонтируем, для того, чтобы она могла передвигаться транспорт более эффективно, и примем решение по следующему году, включая ее программное развитие города Гомеля. После наведывания проблемного участка дороги, старшиня облвыконкама дал необходимое доручение керевнику Гомеля. Сегодня ранее в городском выканавшем комитете отбылась оперативная нарада с уделом проектировщиков и дорожников. В связи с тем, что разговор идет об объекте незавершенного будовництва, принято решение заработать для насильства специальные тротуары, провести доброупорядкование участка дороги, по яким рухается транспорт. Сейчас там производятся работы по грядированию этой улицы, но я хочу сказать, что это только временные работы, потому что сейчас уже изготавливается документация, в следующем году запланированы в областном бюджете средства на то, чтобы выполнить работы по реконструкции этой улицы с выходом на улицу Советскую. Конечно, это будет уже современная такая магистраль, и со всеми там и тротуар будет, и будет безусловное освещение, хотя тротуар мы уже, может быть, и не может быть, а уже, я думаю, что мы сделаем в ближайшее время в рамках того проекта, который разрабатывается, чтобы то, что можно уже сейчас сделать, будет сделано в этом году, буквально в ближайшие месяцы, ну а остальные работы вот такие уже глобальные по реконструкции этой улицы мы выполним в следующем году, когда уже будет иметься документация, прошедшая экспертиза. Коли на проекте року и будовництво тротуара распотребится пылный час, то доброе упорядкование участка по инженерным проезде пачали одразу пасля завершения нарады у гарвы конками. Усовезе с тем, что гэта часовая дорога, укладывать асфальт тут не будуть, але ямки засыплюсь инертным материалом. Празднекий час гэтой работы обещают повторить знов. У наступном годе пасля корректировки проектно-каштаресной документации пачнется будовництво сучасной якосной трассы. Прынятыми мерами работники Випры засталися задоволены, але попрасили навести парадок на дорозе, яше из улицы Тролейбусной, по якой инвалиды так сама праезжаюць на работу. Уже в некалькі гадо па час дажжоу тут утвараецца невелікая возера, а быстяя кое немагчыма. Для людзей з дрынным зрокам и удобрая надвор я гэта сапраудная паласа перашкот. Темболь, што на перадзі их чакая яше пероход прасчигунку. У тёмный час суток прайсті тут чалавеку, які практична нічога не бачыць, зада шын не злёгких. На приконцах этой сумной экскурсии работники ВИПРы кажут, што вельмі спадзіються на становчее вырошення их проблем. Узнятые пытання на особистом контроле керавника в області и под увагой нашей здымочной группы. Олексин Цюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И в протяг темы работы со зворотами громадян. На суботнюю прямую лінію з уделом старшини Гомельского района Алены Олексиной некоторый час тому потелефоновала Жахарка района. Жанчина звернула увагу на необходность набыть новый ультрагуковый аппарат для Гомельской центральной городской поликлиники номер один. После обмеркования звороту у районным, городским и областным в экономших комитетах необходные на обсталявание сродки были выдаткованы. Сегодня поликлинику наведали наши корреспонденты. Первый филиал Гомельской центральной городской поликлиники хоть и знаходится у областным центры, обслуговый у основным Жахару района. В зоне его отказности больше, как 32 тысячи вязковцев, у Тымлику 6 тысяч детей. А тому, когда на прямую телефонную линию райвы Канкама звернулась Жанчина с просьбой, да помахчу набыть сучасного ультрагукового аппарата, адреаговали оперативно. Было принято решение на уровне исполкома обратиться, обсудить данный вопрос с руководством здравоохранения города Гомеля, Гомельского района. Вопрос был поддержан на уровне областного исполнительного комитета и городского исполнительного комитета. Для поликлиники новый ультрагуковый аппарат был, правда, необходим. Деючий отпрацовал больше, как 10 годов. Нередкими стали выпадки, когда для отримания больше докладного диагноза пациенты были вымышены звертаться у иншие медицинские установы. Выконать просьбу Жихарки у Гомельского района попросили депутата Национального схода Республики Беларусь Миколая Василькова, медик по адекции, доброведая, какое обстелевание необходим для поликлиники. По великим рахунку, становчиво выражение питания, приклад эффективного взаимодействия органов законодавчей и выконавчей улады. То взаимодействие законодательный, исполнительный, понимание проблем депутатского корпуса исполнительской власти и дало возможность приобрести вот этот на сегодняшний день аппарат, который мы имеем и используем наших диагностических, так сказать, возможностей. Финансировал областной бюджет, сумма достаточно приличная. У ближайших планах поликлиники оснащение прационных мест урачов компьютерным обстелеванием. Причем одночасово с бюджетными на ГТМ-эты плануются притягивать так само спонсорские сроки банков и сельско-господарских предприемств. В уголе оснащения медустанов сучасным обстелеванием и квалификованными кадрами становится життевой необходимостью. Згодно с проектом закона об охове здоровья, який зараз обмерковывается в Палате представников, плануется увести обовязковое лицензование установ Галины. Проэцензии их работы якость обслуговывания являются аппаратом высокого класса разрешения и позволяет выявлять патологические изменения в органах наших пациентов на ранней стадии. Поэтому аппарат очень нужен нашему населению, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь. Олег Синцеров, Йогинек Ухаронак, Валерия Гапанько, телерадоя компания «Гомель». Чарговые промыли телефонные линии с простовниками мясовой улады пройдут с 29 лютого. У Гомельске на пытание громадян откажет первый наместник старшиня был выконком Игорь Часнок. Телефон для совести 33 12 37. У ГТСШ спрямлять звонки будет наместник старшиня Гомельска Гарвыконком Виталь Атаманчук. Номер телефона 51 19 54. Промыли линии, як извычайно, працуют с 9 до 12 годин. Беларусь-нафта нарушивает свою присутность на внешних рынках. Минулый год стал рекордным для предприемства по многих накерунках. Это тышится як сейсма разведки, открытия новых сведоровин, так и с добычей нафты. На 2020 планы еще больше масштабные. Дмитрий Котов с подробязностями. Продприемство «Беларусь-нафта» сегодня замяжу и в иконовой полный спектр работ по доследованию у нетрах земли нафты и ЕС добычи. Сушастное обсталевание дозволяет денежить эффективно и худко, и таким чином уплывая на конкурентоздольность. До приклада в Украине термины по будовнествию новых объектов скоротились летость удвоя. Касательно Российской Федерации точно так же мы в тандеме с заказчиком и сервисными компаниями осуществляем строительство скважин тоже имеются свои рекордные показатели как при бурении так и при бурении боковых столов все это подтверждается теми ускорениями сроками сдачи объектов заказчику которые мы сегодня сдаем ну так сказать в более короткие сроки чем тут требовала бы режимно-технологическая программа. Российский рынок застается ключевым для компании. Селита плануется сдобыть один миллион тонн у нафтовом эквиваленте ватких в углеводородов и природного газу объемы якого наростят удвоя. Распочнется так самая эксплуатация нового участка пауднева тыдзявотинского размещенного у Ямала-Нянецкой автономной окрузи. Тендерное его корыстание у Снежни 2019 выиграла компания Янгпур представник Беларусьнафты на российским рынку. Добрые новины приходят из Эквадора. Летость тут было сдобыто 130 тысяч тонн нафты. Все лето лишь бы вырасти приблизно на 25 процентов что станет рекордом. Обумовлено это открытием пяти новых сведровин який в 2020-м будут працовать одночасово. Построена инфраструктура нефтепроводы и в общем-то основные строительные мероприятия в этом году планируется закончить. И дальше мы смотрим на перспективы дальнейшего разбуривания до разведки этих участков. В целом на территории Эквадора есть большая перспективная зона для дальнейшего участия разведки большие блоки перспективные. Ну мы будем дальше изучать эти возможности. Вся рода экономичных партнеров так само Индия. Беларусьнафта подписала контракт на оказание послуг с буйнейшей нафтогазовой корпорацией этой краины. В рамках заключенного договора с компанией НЖС нам предстоит подобрать специальные композиции поверхностные активные вещества с целью повышения нефтедач. Нефть в пласте содержится в таких породах и для того, чтобы вытеснить наибольшее количество нефти используются возможные реагенты воду и специальные добавки к ним. Вот как раз подбор необходимой композиции и заключается наша задача в рамках данного проекта. Працовать пройдется на шести родовищах, которые находятся в разных частках Индии. Задача довольно простая. Специалисты обмежеваны часом. Контракт различен на 9 месяцев. Однако на предприемстве, уличающий попередний опыт, выполненные в добром вынику. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадио компания Гомель. На передодни дня белорусской милиции, которая означает с четвертого соковика, у Гомеля ознагородили лучших супрацовников. Медали, нагрудные знаки и погоны отримали омаль 80 человек. Это уже традиция. На передодни профессийного свято означать лепших услужбовой деянности. Сгодно с указом президента Беларуси часка супрацовников милиции ознагороджена медалем за бездакорную службу. За гадом Министерства внутренних справ вызначены спис милиционеров, на кителях яких заявятся нагрудные знаки за выдатную службу и выдатник милиции. Сярут инших мер захвачивания, уручения погонов с шарговыми специальными званиями и дипломов лепших по профессии. Дарыш за маль 80 узнагородженных 7 женщины. Кажут, что служить органах внутренних справ не просто, но если делать свою справу добро сумленно, все отримается. В моей работе на сегодняшний день мне нравится все. Это работа со всем участниками дорожного движения, как с маленькими, так и со взрослыми участниками дорожного движения. Работа средствами массовой информации. Это основные два направления моей работы. Мне нравится, мою работу оценили. Приятно получить такую награду. Награда насимулирует дальнейшему совершенствованию своей служебной деятельности. И, конечно, большое спасибо и руководству, моим близким родителям, что помогали, советы давали. Без них не получилось бы такой бы награды. Это и другие новинные информацию о проектах телерадо-компании Гомеля вы можете знать на нашем сайте и интернете по адресу www.tevergomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь-4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. На пожаре в Рогачевском районе погибли двое мужчин. Еще один с ожогами различной степени тяжести в больнице. Трагедия разыгралась в деревне Городец. Когда спасатели прибыли на место происшествия, деревянный дом полыхал открытым пламенем. Работники МЧС проникли в горящую комнату и обнаружили на полу двух мужчин без признаков жизни. Пожарные вынесли их на улицу. Еще один потерпевший выбрался из дома самостоятельно. Сквозь сон он почувствовал боль, проснулся, разбил окно и покинул дом. Причина возгорания неосторожность огнем при курении. Беспечность привела к еще одному пожару. На этот раз в Калинковичах на улице Революционной загорелся сарай. Спасатели не допустили распространения огня на соседние постройки. Пострадавших нет. У сарая повреждены кровля, стены и имущество. Вероятная причина происшествия нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Была комната светлой, стала темной. В результате пожара в Мозорской многоэтажке стены квартиры покрылись копотью, расплавился натяжной потолок. Причина возгорания, как и в предыдущем случае, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. При монтаже проводки и использовании электроприборов спасатели советуют не экономить на качестве изделий, вовремя устранять дефекты. Это вся информация выпуска. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Поражения на старте первые матчи четвертьфинальных противостояний хоккейного чемпионата страны для представителей нашего региона сложились неудачно. Шлобинский металлург не сумел ни разу поразить ворота солигорского шахтера. А вот из собственных столевары шайбу доставали четырежды. Дважды горняки огорчили гостей во втором периоде и дважды в третьем. В поединке между Динамо Молодечной и Гомелем сюжет был закручен более лихо. За несколько мгновений до сирены на первый перерыв Боярчук открыл счет в матче. На старте второй и третьей поединка Рыси сначала отыгрались усилиями Бовина, а после вышли вперед, отличился как Шаров. Радость на скамейке гостей была недолгой. Боярчук, оформив дубль, сравнял цифры на табло. Победу с Убром на 56-й минуте принес Грецкий 3-2. Сегодня в Солигорске Молодечной проходят вторые поединки первого раунда плей-офф. В ближайшие выходные состоятся матчи 17-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Самая громкая афиша в Гомеле. На паркете спорткомплекса «Локомотив» завтра сыграют четвертая и третья команды чемпионата. МВРЗ принимает столицу. Начало матча в 15-0-0. Противостояние лидеров, несомненно, порадует болельщиков. К тому же, есть еще один повод посетить игру. В Гомель приедет главный европейский мини-футбольный клубный трофей Кубок чемпионов УЕФА. Напомню, что в конце апреля Минск примет финал четырех лиги чемпионов. В 17-м туре гомельская БЧ на выезде играет с Минском Светлогорский ЦКК с Аршанским Витеном. В женском и мужском чемпионатах Беларуси по волейболу стартует плей-офф. Жемчужина Полесья в предстоящие выходные в Мозыре дважды встретится с Атлантом Баргу. Четвертьфинальная серия длится до трех побед. В сильнейшем дивизионе мужского чемпионата четвертьфинальная стадия проводится по другой схеме. Команды разделены на две подгруппы. Гомельская энергия выступит в сильнейшем квартете. Первый соперник Солигорский шахтер. Матч состоится на площадке Горняков 29 февраля. Завтра в столице Польши Варшаве стартует открытый европейский кубок по дзюдо. В составе белорусской представительницы Гомельской области Мульяна Миненкова и Виктория Новикова. За нагады соревнований всего будут бороться более 450 спортсменов из 44 стран. В Гомеле стартовало первенство области по настольному теннису среди спортсменов 2005 года и моложе. За звание сильнейшего в регионе борются 32 юноши и 13 девушек. Победа дает право представлять область на первенстве республики. Причем отправится на соревнования в Минске только чемпион. Без отбора на первенство страны отправятся и теннисисты с самым высоким рейтингом. В числе таких есть и гомельчане. Наши гомельские ребята одни из лидеров 2005 года рождения. Они сейчас не играют на первенстве Гомельской области, потому что готовятся интенсивно принять участие в первенстве республики Беларусь и показать очень достойный высокий уровень. Это Шутов Никон 2007 года рождения и Ляхов Максим 2005 года рождения. Первенство области завершится завтра. Республиканские соревнования будут одним из главных этапов отбора на первенство Европы, которое пройдет в июне. Беларусь там будут представлять трое юношей и три девушки. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова